Сегодня у меня день рождения. Когда я был ребенком, для меня это был самый чудесный день. В подростковом возрасте я начал устраивать вечеринки. Сегодня же я пришел на дискурс о духовности. И моя семья спрашивает, что с тобой происходит? День рождения теперь просто еще один день. И я не знаю, что будет дальше. Вы развиваетесь и должны помочь развиваться и своим родителям, потому что... Я хочу, чтобы вы поняли, для индийцев единственная причина, почему родителям важно иметь сына, потому что они верят, что сын поспособствует их освобождению. Вы знали об этом? Знали? Почему? Вы не знали? Почему они хотят сына? Потому что, когда вы умрете, рядом с вами будет только ваш сын, чтобы разжечь для вас погребальный костер. Он совершит все нужные действия, сделает крии. Это важно, потому что, когда дочь выходит замуж, она уезжает из дома. Сейчас все изменилось. Где бы она ни была, она приедет в тот же день, если вы умрете. Я не это имел в виду. По крайней мере, она приедет, когда вы умрете. Но в те времена, если девушка выходила замуж и выезжала в далекие края, на этом все отношения и заканчивались. Родители с ней очень редко виделись. Она не придет, когда вы умрете, потому что в течение такого долгого времени тело не сохранить. Если бы ей пришлось пройти 200 километров пешком, это бы заняло 5 дней. Так что она бы просто не пришла. Тогда некому было бы совершить все необходимые действия. Поэтому всегда считалось очень важным иметь сына. Он будет с вами. Если вы умрете, он сделает все необходимое, чтобы произошло ваше освобождение. Так что они неосознанно произвели вас на свет в поисках освобождения. Сейчас самое время напомнить им. Это важная обязанность ребенка перед родителями. Поскольку ваши родители стареют, и если им не хватило здравого смысла, тогда вы должны донести этот смысл до них. Вы должны напомнить им. Так же, как я только что напомнил вам, что вы еще на один год приблизились к могиле, а ваши родители к ней гораздо ближе, чем вы. Не так ли? Я хочу сказать, что это реальность жизни. Если вы упускаете один этот факт, вы проживете никчемную жизнь. Не так ли? Да или нет? Если вы упустите один этот факт, вы проживете крайне глупую жизнь. Поэтому в качестве подарка на свой день рождения вы должны напомнить родителям, что пришло время обратиться вовнутрь. Они не возражают, когда вы напиваетесь, не возражают, когда вы растеряны, но они боятся, что если вы встанете на духовный путь, то уже не повернете обратно. И в этом они правы. Это не значит, что вы не вернетесь домой. Вы вернетесь. Но у вас уже не будет той привязанности к ним, которая была прежде. Они больше не смогут держать вас на крючке. Внезапно вы станете свободными. С этим никто не сможет смириться. Поймите это. Когда я привязан к вам, а вы свободны, я не смогу с этим смириться. Когда я привязан, вы тоже должны быть привязаны. Я привязан к вам, а вы почему не привязаны ко мне? В этом вся игра. Поэтому это одна из самых важных ваших обязанностей как сына. Напомните им, что в их жизнях это важно. До этого момента они занимались чем-то в соответствии со своим пониманием. Пришло время обратиться вовнутрь, потратить некоторое время и энергию на собственное внутреннее благополучие. Потому что если они не сделают одну и ту вещь, они, несомненно, умрут несчастными. Да? Если вы не познали ничего за пределами физического измерения, то в момент смерти единственным вашим спутником будет ужас. У вас не будет другого выбора. Не так ли? Вы же не хотите, чтобы ваши родители умирали в страхе. Вы хотите, чтобы они умирали в благости. Не так ли? Нет. Так что вам нужно обратить их вовнутрь. Вам нужно убедиться, что они обратятся внутрь себя. Субтитры подогнал «Симон»